Учитель физики Елизавета Межакова уверяет, такого оборудования здесь еще не видели. Уже месяц вместе с учениками экспериментируют с новой цифровой лабораторией. Небольшой чемоданчик, где один датчик заменяет десятки аналоговых приборов для измерения физических величин. Практические работы стали интереснее и, главное, нагляднее. Визуально увидеть этого нельзя. И получается, что на уроках часто мы говорим, а вот представьте, а вот допустим, а здесь мы можем уже точно увидеть, какое величина магнитное поле, как оно будет изменяться, от чего будет зависеть его величина. А в кабинете химии микромир растений познают с помощью нового электронного микроскопа. Этот прибор тоже часть цифровой лаборатории, в которой есть все необходимое для экспериментов. Включаем на компьютере датчик PH-метр, опускаем, вот тут гель для душа, опускаем и включаем наш датчик. Вот, у нас идет тут PH. Свои Эдисоны и в кабинете технологии на современном оборудовании здесь постигают азы робототехники. 11-классник Ливон Бельян признается, что всегда мечтал стать музыкантом, а после сборки робота и изучения принципов его работы произошла своеобразная профориентация. Потянуло в инженерию. Появилось желание заниматься этим в будущем. Гигантское желание появилось. Я думаю, может пойти в инженеры, потому что я уже решил стать программистом и идти в дальнейшем по этому пути. С современным оборудованием на сумму 3,5 миллиона рублей теперь оснащены 4 кабинета 19-й Бреховской школы. Новая точка роста здесь работает с начала учебного года. За полтора месяца ее работы педагоги провели методический срез и на конференции с директорами других школ городского округа поделились своими наработками. Конечно, это необходимое направление, еще раз повторяю, в развитии образования, так как то оборудование, которое мы получили, оно цифровое, и которое помогает нам достичь наибысших результатов, а самое главное привить у ребят интерес к естественно научным предметам. В Химках таких точек роста становится все больше. Благодаря им дети со школьной скамей делают первые шаги в большую науку. Учатся моделировать реальность и перемещать свои идеи с цифрового пространства материально. Олег Тюрин, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ. Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.